Партийный съезд На съезде принимаются основополагающие документы На съезде формулируются основополагающие идеи Но, чтобы их сформулировать, партия постоянно наблюдает свою практику Поэтому на съезде партия отчитывается за предыдущую практику Подводит итоги практики, что сделано Как выполнены предыдущие решения съездов И на основе вот этого анализа предшествующей практики Формулирует новые задачи, ставит новые цели Хотя не теряет из виду и конечную цель Все текущие цели, они сконцентрированы на преследовании окончательных, конечных целей А конечная цель – это влаготрудящихся Это общество коммунизма Это жизнь, когда реальный гоммунизм будет осуществлен на деле Так и наш съезд, он подведет итоги А за год сделано очень много Значит, издано много газет Издано много книг Я думаю, по написанию изданию книг Наша партия занимает первое место Из всех других По сравнению со всеми другими партиями Я не знаю столько изданий даже в КПРФ Сколько у нас, скажем, вот и к этому съезду Наши товарищи подготовили три книги Хотя это даже не за последний год А, можно сказать, за последний полгода Поэтому, значит, вот эта многообразная работа за предыдущий период Она будет сегодня вспомнена, осмыслена Из нее будут сделаны выводы И дальше сформулируем задачи и цели на год И я думаю, что это в основном будут, конечно, традиционные наши цели и задачи Но, возможно, товарищи предложат какие-то и новые Я думаю, что всегда на каждом съезде появляются новые идеи Появляются новые цели, новые формулировки И они будут опубликованы Партия с ними подготовится И я думаю, что это будет такая хорошая почва теоретическая Для будущей практической работы, для практической борьбы Александр Сергеевич, а кто приезжает на съезд? Кто выступает? Кто имеет право голоса на съезде? Понятно Ну, во-первых, партия у нас пока еще не очень большая Поэтому, скажем, ленинградских товарищей мы, в общем, приглашаем всех Кто имеет возможность Хотя выбираем контингент Есть группа избранных специально Но кто хочет посетить съезд из наших товарищей, мы приглашаем У кого есть время Из других городов А нынче приезжают из многих городов России В том числе целые делегации Особенно из таких городов, как, значит, Нижний Новгород, Москва Некоторые другие Вот, поэтому народ самый Из самых разных уголков России, во-первых Во-вторых, по составу мы всегда заинтересованы Чтобы приезжало как можно больше рабочих И рабочих будет достаточно Во-вторых, это реальные, практически люди, которые выполняют сильные задачи Конечно, идеологический корпус Это, значит, IT-работники Это корреспонденты газет, руководители газет Руководители отделений Фонда Рабочей Академии Ну и так далее и тому подобное Те, кто активно занимается политической работой Народ очень интересный Народ с многообразным опытом И в том числе подключаются молодежи В последнее время очень много Чувствуется, что молодежь начинает пробуждаться В политической жизни Что ее начинают касаться те проблемы и трудности Которые есть в современной жизни И она вступает в политическую жизнь В том числе в поиске близкой политической силы И приходит в Российскую партию рабочих В рабочую партию России Поэтому я думаю, что вот эта молодежь и нынче будет широко представлена Я думаю, что она выразит какие-то свои интересы Выразит какие-то новые подходы И мы их обсудим И некоторые из них, наверное, и примем Александр Сергеевич, вот в уставе рабочей партии России Есть пункт, что на голосованиях, на всех собраниях, съездах Большинство рабочих должно участвовать в голосовании Это исполняется и на съезде, и на собраниях? Да, это неуклонно исполняется Что при принятии решений На заседаниях ли, общих собраниях Или на комитетах, или даже на съезде Или даже на заседаниях ЦК Обязательно в голосовании Голосование определяется большинством рабочих Чтобы присутствовали рабочие и голосовали рабочие Чтобы их было большинство С тем, чтобы вот этот контроль рабочего класса Ни на какой стадии принятия решений Не уходил из внимания рабочего класса Поэтому, я думаю, и на нашем съезде Решаться вопросы будут именно так Чтобы голос рабочего был определяющим Александр Сергеевич, как вам кажется Партия растет, развивается? Есть такое? Да, партия, во-первых, растет количественно И от съезда к съезду этот рост заметно увеличивается Во-вторых, я уже отметил В последние годы партия омоложается То есть идет много молодежи И, скажем, есть люди, которые в 18 лет Уже приходят в нашу партию и активно работают Причем это, как правило, такие толковые молодые люди А потом качественно растет То есть, некоторые люди, значит, серьезных таких профессий Которые сделали серьезную карьеру Кандидаты наук, доктора наук, профессора Приходят в партию и, значит, занимаются Работать вместе с рабочими Над теми проблемами, которые перед партией стоят За этот отчетный период, за последний год работы партии Основные задачи, которые ставились, как на ваш взгляд, они были выполнены? Все основные задачи, которые ставились, выполнены Во-первых, эти задачи, они переработаны в план партийной работы у нас И этот план неуклонно выполняется И в конце года партийные организации рассматривают свои планы И отчитываются, насколько этот план выполнен И я так, насколько я помню, значит, все планы выполнены Там бывают, конечно, недочеты Какие-то, что-то не сделано по объективным обстоятельствам Но мы понимаем, что план не догма, а руководство к действию Поэтому основные планы выполнены А, стало быть, и задачи, которые ставят съезд, выполнены Спасибо, Александр Сергеевич Не за что Спасибо, Александр Сергеевич Спасибо, Александр Сергеевич